Друзья, всем привет! Мы находимся на выставке автомеханика во Франкфурте. Из интересного сейчас пройдемся по инструменту SATA. Много было вставлено моментов до начала выставки в ленты, что SATA презентовала новую разрезную дюзу. Сейчас кратенько пройдемся по тому, что она презентовала. Из реально интересного. Это корпуса, на которых вы можете печатать все, что вы хотите. Это под заказ и следующий год. И сейчас покажу, что все-таки она там презентовала из нового. Мы только что пообщались с консультантом. Он нам интересное кое-что показал. Вот новый корпус. Новый корпус 5500 он называется. Относительно 5000 он в принципе поменялся ничем. Конструктивно они заменили, я сейчас покажу на стенде, они заменили дюзу, она совершенно не такая. Игла может быть под вопросом. И добавили вот такой вот редуктор. Но возможно, что он был раньше, я точно не скажу. Но разрезной дюзы нету. То есть ее просто не представили. Вот тут разобранные SATA лежат. То есть из интересного. То есть из разницы. Это с новой 5500. Она чисто визуально огромная. На дюзах начали штамповать назначение. То есть если тут просто выгравировано диаметр и ХВЛП, то тут диаметр, ХВЛП и вот этот пункт. Это L, точнее это I или это O. Потому что между I и O у них идет огромная разница в пакеле. Это на других стендах. То есть это L-ноузл, это O-ноузл и никакой X-ноузл. То есть никакого разреза усаты в дюзе нету. То, что вы там слышали, то, что вам сказали, это к вашему сожалению обман. По весу, по характеристикам своим глобально ничего не поменялось. Единственное, что они сейчас могут говорить о том, что можно получить на этой дюзе больше контроль, на этой дюзе большую скорость. И тут есть такая небольшая табличка. Допустим, выбираем Сагола и выбираем какая дюза. То, чему равна дюза, это на САТе модели ХВЛП или РП. Огромнейший стенд усаты, довольно-таки интересный. Видно, куда идут добавленная стоимость к пистолету. То есть она идет на такие глобальнейшие, красивейшие презентации. Также показали, ну это старая довольно-таки мойка. То есть что как работает. Висят образцы, можно пощупать, все поклацать. То есть Тусатый, реально классный стенд. Кинетик? Спасибо большое. Вот так вот раздают. Еще я фоточку сделал прикольную на память. Но это все там, позже будет в Инстаграме. Сейчас мы пройдем, наверное, к Девилбисонс. В общем, выставка, она огромная. Сегодня я пройду, наверное, только по двум залам. Итак, вкратце, вкратце опять же покажем. Из реально интересных это то, что было прямо бумом в первый день выставки. Куча фотографий, куча какого-то вброса, слива по вот этим Девилбисам и по Сатам. По Сатам мы уже разобрались. А по Девилбисам сейчас мы его в руки возьмем и покрутим. Раскрутим, разберем, посмотрим, что он и как. Вот пока он за стеклом стоит, он нормально выглядит. Сейчас, блядь, возьмем в руки реально. Это разочарование. Но это сугубо мое личное мнение. Давайте вкратце так возьму сейчас, чтобы показать. Это новый корпус. Простая модель без манометра здесь. Это старый всем привычный Житая Pro Lite. Честно, ничего в лучшую сторону, кроме вот этого вот красивого. синего цвета, как по мне, они не сделали. Этот выглядит гораздо эффектнее. В руке они лежат, в принципе, одинаково. То есть, что этот удобно, что тот удобно. Тут не докопаешься, но чисто визуально мне нравится больше старый. Да, это новая платформа. И есть два варианта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас есть два аэркапа, HVLP и HVLP+. Это только для базы? Да, для базы, для базы и для базы и для базы и для базы и для базы. Причина между HV30 и HVLP, для нового ганта, является аэркономность. У нас есть 325 грамм, а в основном это было 465 грамм. И HVLP плюс это только 300 грамм. У нас есть луид пип, от 1.1 до 1.5. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5. У нас есть луид пип. У нас есть луид пип. У нас есть луид пип. Дюза изменилась чуть-чуть по форме. Они отсюда убрали грани, но добавили их сюда. Это металлическая, не пластиковая. И у нас есть скрю. Они ее прикрутили просто. Раньше она была пластиковая, стала металлическая и прикручена теперь. Угу. Угу. Все. Больше ничего. А. Кстати, это интересная очень тема. Ага. Так как и раньше. Это открутил на полную. Как это работает с монометром, с регуляцией. С регуляцией. А, это регулируется все. А, это регулируется все. Ага. Ага. Вон они как. Так, это регулируется все. Нужно, потому что она в твоих глазах. Да, да. Все время она в передо тобой. Да. У нас нельзя было движения. Надо посмотреть, на какой высоте вы держите. Как вы его отрезаете? Это скрю. А, скрю. А, скрю. А, скрю. хорошо он в драстере может спокойно мыться грубовато грубовато сделали башку закручивалась что-то там да там был скорее всего это втулка но она откручивается до который откручивать а типа не это все сразу в корпусе заточили а это они просто сделали в кастрюлю билтин боди и кто в жизни не крути то что видно косяки по гравированию по по росточке это да видно я вижу визуально а слушай думала то руки грязные просто реально это как потеки растворителя уже оставляют следы типа того ну да то такое но мне мне вот этот корпус нравится больше этот чуть-чуть зазор есть а саша счет по поводу помнишь что крашена все-таки вставленного внутрь эта вставка это не отдельная точнее не цельная часть ну наверно же откручивайся вы будет вытягиваться они же как-то собрали я тут камера выключилась в общем из реально того что интересного сейчас общаемся сидим чем новая модель принципиально отличается от старой то есть у них два типа это с манометром и без манометра манометр может подлежать мойки в драстере ну это такая информация понятно что другой нам не дадут манометр регулируется вот этим вот управляющим клапаном из интересного то что мне действительно нравится это то что они вынесли его на одну ось с входящим штуцером но саму ручку не уменьшили не сделали тут никаких вырезов хотя было бы смотрелось интересно по самому дизайну ну такой спорный момент потому что то что они якобы доработали сделали интереснее они испортили в некоторых других моментах то есть мне очень не нравится как выглядит голова воздушная она стала более голубой даже нежели на старом при про вообще грунтовочники по сути это мое сугубо личное мнение стал мягче работать курок чуть-чуть но мягче плавнее ход нету на старте запинания пружину об ступеньку на пружине скажем так под дизайн черных крутилок сделали черный бачок и черное кольцо на голове также из явно заметного различия это отличается диза и вкрутили они вот этого теперь из легкосплавного материала и она прикручена то есть она уже не вываливается само по себе когда раскручиваешь вижу выкручиваешь ух блин так вот по дизе то есть ну явно видно как бы скругление скругленной формы диза реально выглядит круто то есть башка выглядит реально хуже чем диза ну дизу мы не видим в процессе работы это опять же мое сугубо личное мнение я говорю как бы то что вот вижу круче в руках по головам сейчас посмотрим что тут стоит hvlp класс hvlp класс есть просто еще hvlp это тоже класс короче есть без класса есть hvlp класс hvlp класс они ее как бы рекомендуют типа это ht транс течь то есть лаки hvlp это конкретно базовый ствол по объемам и расходам воздуха каталоге там типа все указали 325 литров это hvlp и 300 литров hvlp класс так посмотрим что по саголе тут представлено потому что тут есть все что вообще есть на рынке из знакомого мне это кстати самый у них бюджет типа дно бюджет на который есть все головы все дизы вообще этот редуктор давление это миник это мы знакомы опять он же 46 до 0 extreme такие две штуки у меня есть будем их пробовать еще а вот тот extreme который я хотел глянуть вообще что там внутри а тут просто манометр они вставили да они просто всунули сюда манометр который регулируется а очень интересно как он регулируется тут стенд с поворотными держателями для дисков для бамперов как бы указано что не снимать но я так бегло бегло сбоку покажу пройду это такие двухопорные на двух ножках на кривых колесиках место занимает просто меньше такие штуки для бамперов кажется что сложная такая штуковина но ничего ничего особо сложного вот этот механизм не знаю зачем здесь расположен может для поворотами сюда скорее всего для поворота интересная штучка а вот еще попроще получается вы записывайте записывайте кому надо потому что размеров я не сниму хотя бы просто механизм механизм действия этого аппарата так идем далее а пошли вон бампера помесь показывал короче показ представили штуковину целая камера для замотовки бамперов и не только под грунтование штука и как бы интересное внимание стоящие но я почему-то думал что она снимает полностью до пластика сейчас она должна стартануть эта камера что-то она не стартует в общем в полу вот эти вот двигаются они разгребают песок который туда всыпается рукава показано как работает с рукава происходит замотовка но замотовка не полностью до голого пластика а именно просто равномерно замотованная поверхность под грунтование все щели можно загрунтовать зачистить идеально руками этого сделать невозможно ну для этого и стиля так на всякий случай тут представлено много стендов для работы с дисками реставрация восстановления дисков полировка дисков все что касается дисков о валкам ну валкама новинок в этом году вообще никаких у них все по-старому все стабильно ничего нового я спрашивал все валкама все стабильно одинаково это было показано сейчас карбоне у линейка новый слим типа комбат на цвете слушая и по корпус это покрасили размером да нет это он выполнен из композита весь он цельный корпус ну цель непонятно что верхняя часть это сверху плавка короче по подоб по подобию карбоне у кенви астабол без не он то есть это тот же слим только в другом корпусе как он еще легче чем карбоне к кевлар по идее он дороже но кевлар как и технические характеристики это же слим или какие-то возможности это уже уже увеличилось характеристики это уже очень похожее но у нас уже уже увеличилось много на скорой аэропроводе у нас будет больше мощности это мощнее потому что у новых продуктов Пример, например, нужно больше прессии, больше воздуха, поэтому это очень хорошо для прессии, но также для бейсбол и для пиады. Пример, хорошо, 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 и это, что рекомендуют прессию? Какой прессия? 2 бар или 1.8 бар? 2 бар. 2 бар, да? И это 1.3, 1.2? Да, карбония уже проверена, нормально. Но ты использовал карбонию? Я не использую карбонию, я... Как это отзывы? Отзывы. А, нет, мы знаем о карбонии и ревью для этой пиады. Окей, окей, окей. Но где ты? Россия. Да, да, да. Какая цена для этой пиады? Да. Сколько раз, цена для этого стоит около 200 евро. О, как это нам? Так, это в среднем уровне, не в среднем уровне. Ну да. То есть они сделали новый корпус и цену на него держат? Вы дистрибьютор? Нет, нет. Нет, мы просто... Мы в бодишопе, и вы. Да, да. Получается, они обновили корпус с железки старой, но цену примерно выдержали. Да, да. То есть 200 евро – это очень хороший цена для этой пиады. Да, да. То есть это только этот год? Это новый модуль? В конце следующего месяца, в конце октября, он будет готов. Интересно получается, то есть новые корпуса, именно тела. По характеристикам все то же самое, что было раньше. Со следующего месяца в Европе выйдет в продажу, значит, теоретически Украина-Россия подтянется через еще месяцок. Блин, 200 евро ориентировочная цена. Конечно, она может отличаться, но я считаю это адекватной ценой за такой ствол, за обновленный ствол. Он стал как бы гораздо, гораздо легче. Так, ну, у Иваты из стволов нового не представлено ничего. То есть у них обновленный пенинфорин появится к середине следующего года. Представлена помпа, индивидуальная защита, ну и все, что, собственно, у них на рынке есть. Кстати, вот интересно, этот индустриальный пистолет. Не для нас, конечно, но, понимаете, как сильно порезана дюза. Прям, вообще, серьезно, ее покромсали для индустрии. Пенинфорины. Последний с limited edition синий chrome. Больше, больше limited не будет у этих пенинфорин. Уже появится новый корпус и потом на него будут делать лимитированные версии. Поэтому, кто еще думает о том, брать или не брать. Брать или не брать пенинфорину WS-кулон. Она, кстати, в таком чемодане идет в комплекте. Can I show open? То это последние варианты, когда можно приобрести такой инструмент. В Россию поставка идет без вот такого манометра. То есть он идет обычный, более простой, потому что разные рынки как бы. Но компоновка у них у всех одинаковая. То есть сама пенинфорина, переходник под PPS, бачок и ключ дюза и игла в комплекте. Сертификат, да, обязательно. В сертификате карточка вставлена с номером, который повторяется на корпусе. То есть вы покупаете этот номер, вбит в эту карточку. И это гарантия того, что инструмент единичный, скажем так. И у вас документы на него тут все вписываются. В общем, это последний из вариантов этого корпуса WS-ки в лимитированной версии. В следующем году, может быть, пенинфорина изменит тело. Я не знаю. Может быть. Короче, информации как таковой точно нет. Говорят, что пенинфорина должна выйти новая. Но это такое. Под вопросом, когда точно. А то есть я себе хочу вот такую взять. Потому что идет в чемодане еще и синюю сумку вот такую. То есть синяя сумка тоже должна быть на наших рынках в доступе, когда это берешь. Так, из интересного у Iwate со следующего года на рынке появятся импакты. Это Airganza Anestovato Group. Они выпустили бюджетный. Он должен быть по цене очень бюджетным. Он будет хорошо составлять конкуренцию. Простой дешевый пистолет. Грунты, лаки. Должен быть, по крайней мере для них, довольно таки хорошим. Они разработали новый корпус, изменили. То есть вот эти представленные на рынке, но они не пошли из-за качества. Это принципиально новая модель. В двух или даже три, по-моему, бачка на них будет по размеру. Цена, ну так, чуть-чуть заспойлерю, порядка десяти тысяч рублей. Там плюс-минус. Еще из интересного. Это со следующего года, там, с середины, к концу ближе, Vesco новая выйдет в новом корпусе. Вот там должно быть много интересного. Ничего не буду говорить, потому что никто ее еще не видел даже на картинках. Но будет интересная модель. С обновленными характеристиками. Мерка. Мерка на стенде представила в этом году не столько инструмент новый, интересный, сколько интересный наждак. Наждак Iridium на стриме, кто там смотрел, уже рассказывали, мне дали с собой две пачки потестить. Это конкурент 3M Cubitron, в принципе. Как бы все то же самое. Пою за часть можно будет попробовать. Можешь, если можешь, прям, просто со мной общался, когда парень, он мне не смог объяснить по самому зерну, оно саморазрушающееся или нет. Я, точнее, не смог спросить. Ну, относительно 3M Cubitron, как схема работы. А чем? Ну понятно. Каждый скажет, что его продукция лучше. Ну, реально. Терли. То есть, я брал машинку, тер. Металло касается, он не погибает. То есть, коснулся металла, я дальше там почухал еще капот. Ну, довольно таки пока живуче. Мне дали с собой на тесты, поэтому я дома попробую. Как будут какие-то образцы интересные по варианту. Можно будет, по крайней мере, сравнить. Трема я могу купить и дома, это не есть проблема. По градации, по градации 120, 220, 320, 500, блин, я где-то видел 400. И восьмидесятка еще есть, она есть и в комплекте. Также есть полосы, довольно таки интересно. По полосам принцип тот же, как у 3M можно разорвать пополам полосочку. Она мультидырочная. Хорошо, хорошо. Она мультидырочная, и поэтому, я так понимаю, с пылеотводными системами вообще с любыми будет стыковаться, без проблем, как таковое. Блин. О, из интересного. Вот что я хотел показать. Смотрите, такой машинке, не в каталогах есть, но я не обращал внимания. Это эксцентрик. То есть, работа эксцентриком. 5 мм, это просто космос. И троечка. Это клеится сюда, именно подошва, на которую клеятся лепестки. А это подошва, на которую прилепляется. Я сейчас на капоте, на кусочки покажу, если можно. Такие какие-то моменты, которые затереть можно. Довольно-таки интересно получается. То есть, это абранет, наждак. И, ну, просто машинка, ну, уникальная. Жаль, нету пылеотвода на нее. Прикольно. Не знаю, конечно, где ее использовать именно в жесткой версии 5-мм. Но троечкой можно делать и такие вещи. То есть, подполировывать именно соринки-мусоринки. Вон, кстати, видно лепестки для этих наждаков стоят в пачке. Это под троечку полировать. Ace HD. А, кстати, вот это тот абранет, который мне не прислали, когда я заказывал полтора года назад. Это адовый абранет. Он чуть-чуть дороже, чем обычный абранет. Но он реально жестче. Блин, даже 60-ка есть на сетке. Это круто. И Novastar. Я не знаю, что это за наждак. Они о нем тут не сильно распространяются. Типа, Иридиум интересен гораздо. Но это трущая сторона. То есть та, которая тереть. 240. 240. Довольно-таки интересно. К сожалению, Novastar образцов у них, по-моему, нет. Ну да ладно. По машинкам и пылесосам ничего нового они не показали, не представили. Только, по сути, наждаки. Быть такого не может. В общем, мы спустились на первый этаж. Тут по кузовщине большая часть стендов связанных. Ну, как бы стенды разбросаны, но тем не менее. Какой-то интересный аппарат сделан в России для проверки кузовных размеров. Не знаю, что в нем. Принципиально. 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 Здрасьте. Тимур. Александр. Алексей. Александр работал раньше в его проекте в направлении 3TV. Пинкс. И вот ушел как в этот. Я же сис изобрел вот эту вот линейку. Да не, это не я изобрел. Ну, один из разработчиков. А можно приглянуть, что это такое? Я видел так со стороны позавчера. Да. Ну вот, короче, смысл в чем. Вот две камеры, расположенные в перевопаре. Их можно как угодно располагать так, чтобы они видели указку. А, то есть они должны просто ее видеть. Да, просто на кнопку на указателе зажигаются линьки. А, и камеры считывают. Да, этот звук характерен тем, что компьютер рассчитал координаты от лоносика. Так вот, если, ну, для выставки мы показали на поверхности, обычно все точки снизу. Ну, понятно. То есть они именно, по сути, указываются по точкам сварочным касается? Нет. Это здесь так просто. А в жизни обычно это, под капотом, это стойки крепления амортизаторов. А, именно по винтам, по сути, да? Болты, болты. Тут, как правило, с центром болтов. И снизу элементы крепления подвески. Там, где подрамник крепится, там рычаги и прочее. А, ну, программы, само собой и все остальное, это уже? Да. Значит, измеряем контрольные точки на кузове. Нажимаем на кнопку и она сравнивает с базой данных. И показывает, какая точка на месте, какая ушла. Интересно. Сколько ж такое удовольствие? Вообще не дорого. 10 тысяч долларов для конечных. 10 тысяч баксов. Нормально. Ну, это с программой совсем, как бы, готовый продукт? Программа, по-моему, да. Ну, основное, это вот, украска обычная. А, это переходники под нее, да? Да, это на разные... Где подлезть надо. Да, да. Великой подлезть. Ага. Через. Так что такие дела. Ну, это, конечно, в работе со стапелем лучше делать, а не просто... Со стапелем. Так, давайте пройдем дальше. Из того, что дальше. Очень-очень много оборудования. Конечно, не моя тема. Ну, я так вкратце пробежался, посмотрел для рихтовки. Подставки, упоры, зажимы, какие-то клинки, подтяжки. Блин, ну, такое количество инструмента, о котором... Которым... Ну, опять же, не моя тема. Я не все понимаю, что для чего нужно. Так примерно прикидываю. Диагональные растяжки в проемах. Класс. Просто класс. Смотришь и понимаешь, что сделать можно все. Нет ничего невозможного. Вопрос только цены. Стапеля просто великолепны. Шикос. Также много расходников показано, представлено. Компаний невероятное множество. Стоит побывать на таких выставках. Ремонт стекол, вклейка стекол, обслуживание автомобиля. Спасибо. Спасибо. Ну, новости выставки приносят. Раздают. Спасибо. Короче, интереснейшая выставка. Стоит побывать. Конечно, на все дни ехать, честно скажу, не имеет смысла. Одного дня полного хватит за глаза. Но выставка идет, получается, четыре дня, четыре или пять дней. На пятый день закрытия, на первый день открытия. Стоит. Стоит приехать. Заключать контракты, кстати, можно. Ну, не контракты, а по крайней мере, какие-то рабочие моменты обсуждать. Потому что они готовы сотрудничать. Несмотря на то, что мы там Украина, у них нет прямых дистрибьюторов. В соседних государствах есть представители, они как бы готовы. Пожалуйста, без проблем, мы с вами будем сотрудничать. Огромнейший стенд Вюрта. Он реально тут ползала занимает. Богатейшая компания, которая представляет инструменты, расходный материал, оборудование. И все это конкретно Вюрта. Вюрта, конечно, цена позволяет делать такие интереснейшие стенды. Всего, конечно, не показать, не пройти, не описать. Но масштабы просто поражают. Это круто. Но все равно всего, всего, конечно, не показать. Я реально скажу так, даже не прошли и половины всех выставочных залов. Потому что все, по сути, дублируется. Просто от разных компаний, разных ферм. Разных производителей. Вот и все. Куча еще других залов, которые мне не интересны. Это по запчастям для автомобилей. Тоже просто бешеные площадяки. Мне вот эти залы были интересны. Тут я походил, посмотрел, что выпускается. Какие там способы, что чем клеится. Вот то есть тот ремонт, о котором я говорил на стриме. Ремонт без сварки. С подворотным швом. Проклеивается. Дают гарантию на то, что это очень качественно. Плюсом клея защитные. Толстослойные клея, которые шлифуют ножами. Которые превращаются полностью, полимеризуются. Много. Очень, очень много. Я прям не ожидал. Все, в принципе, на этом закончим. Через два года все это повторится. Сюда добавятся что-то новое. Что-то новое в плане производителей. В плане инструмента. То есть, если что-то новое появляется, оно обязательно появится здесь. Обязательно это все можно будет увидеть. Прийти, пощупать, как допустим здесь. Взять именно. Попробовать. Тебе покажут. Расскажут. Можно будет спросить, где это все дело продается. Где это все дело покупается. И так далее. По поводу саты. Такой короткий вывод. Разрезной дюзы не будет. Потому что, если бы она была, ее бы представили дома здесь. Это их выставка. Это их земля. Если они на этой выставке ее не представили, то в ближайший, наверное, год точно ничего не поменяется. То есть, просто представлена новая модель пистолета. Но ничего инновационного, прям прорывного они не сделали. То есть, это чисто глобальный вброс. По поводу De Vilbis на любителя. То есть, они что-то сделали. Но прям сильно инновационного ничего. То есть, поменялся просто корпус. Ивата не выставляла ничего нового. Потому что ничего нового нет. Сагола не выставляла ничего нового. Все это есть в каталогах. А Валком выставил один новый корпус. Предыдущий у них Carbonio. Это из Kevlara Slim линейка. В принципе, все. На этом все. Всем спасибо за внимание. Вопросы задавайте в комментариях. Может, что интересное, я на них отвечу. Каталогов я с собой набрал просто по горло. Не знаю, в аэропорту как бы не пришлось покупать дополнительный багаж для них. То есть, на вопросы кое-какие я смогу на ваши ответить. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Пока.